Так, ребята, я записываюсь прямо возле фонтана, ну так уж получилось. Поэтому прошу извинить меня за качество звука, я постараюсь его сделать максимально чистым. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео! Сегодня очень интересный разбор. Давай углубимся с тобой в то, что делают крупные деньги с криптовалютами. Рассмотрим с тобой и краткосрочные движения, и долгосрочные тенденции. Также я покажу тебе шикарный отчет UBS банка, который раскрывает нам глаза на новые криптотенденции, которые, по мнению богатых людей, имеют наибольшую перспективу в ближайшие 5 лет. Это просто шикарный отчет, и тебе нужно его увидеть. На прошлом видео мы набрали 4000 лайков, давай попробуем набрать столько же и на этом. Такие разборы отнимают уйму времени и усилий на расследование и исследование, поэтому мне будет очень приятно. Большое спасибо! Начнем с самого большого баланса биткоинов среди всех стран мира. Это, конечно же, Соединенные Штаты Америки. И как ты помнишь, на протяжении последних двух месяцев их баланс биткоинов никак не менялся. Хотя в Твиттере постоянно появлялись вбросы, что США продает биткоин. Но это всегда была неправда. Сегодня же мы видим падение баланса биткоинов на счетах американского правительства. Вот это падение. А это означает, что правительство США продает биткоин. Сегодня они продали более 8 тысяч биткоинов, а также они объявили о планах продать 50 тысяч биткоинов в 2023 году. Это один из факторов давления на биткоин, который не позволяет ему преодолеть отметку в 32 тысячи долларов, зато постоянно отправляет его цену ниже 30 тысяч. Правительство США является крупнейшим биткоин-китом, и они продают, но что делают остальные? Я подготовил для тебя интересный анализ. Начнем с этого графика. Здесь мы видим, что есть 2017 биткоин-кошельков с балансом более 1000 биткоинов. То есть это достаточно крупные инвесторы. На диаграмме этот черный график, оранжевый же обозначает цену биткоина. И мы видим, что за последние 7 недель это число уменьшилось почти на 1%. Это означает, что эти киты продолжают продавать биткоин на этом движении биткоина вверх до 32 тысяч долларов. Идея в том, что киты, по идее, должны выкупать дно, но сейчас мы видим, что вот на этом росте они наоборот продают. Есть два объяснения этому. Первое, они думают, что это еще не бычий рынок. И второе, они делают катастрофическую ошибку. Какое объяснение правдиво решать тебе? Следующая когорта, это киты, у которых более 10 тысяч биткоинов на балансе. И таких китов всего 108 штук. И как мы видим, на этом росте биткоина они агрессивно продают. Вот это падение. Это очень интересно. Посмотри, например, в 2018 году они резко избавились от огромного количества биткоинов прямо перед этим крахом. Это был 2018, и крах был с почти 7 тысяч долларов до 3. И я прекрасно помню то время, я даже снимал на том падении видео. Если мы сделаем масштаб более краткосрочным, то увидим, что эти ребята продают еще с мая этого года, когда биткоин впервые достиг 31 тысячи долларов. Но это если мы говорим о периоде в 3 месяца. А за последние 365 дней, как мы видим, их баланс биткоинов вырос на 12,5%. Это означает, что на длинной дистанции они накапливают биткоины. И мы видим на этом графике, что они начали покупки в районе 42 тысяч долларов за биткоин. Потом покупали на 30 тысячах. А затем мы видим очень агрессивный скачок покупок. Как раз тогда, когда биткоин находился в диапазоне от 16 до 20 тысяч долларов. Значит эти киты, во-первых, верят, что биткоин будет стоить 42 тысячи долларов так или иначе. И второе, они верят, что покупки от 16 до 20 тысяч долларов это очень-очень желанные покупки. Но на отметках около 32 тысяч долларов вот на этом росте они начали продавать. Скорее всего они фиксируют те прибыли, которые получили от покупок на уровне 16-20 тысяч долларов за биткоин. Вот почему биткоин никак не может отрасти и топчется в этом боковике. Если мы посмотрим на китов, на балансе у которых не менее 100 биткоинов, то увидим, что на этом росте биткоина они тоже продали. Вот здесь. Однако, я могу сказать, что это уже профессиональные трейдеры, которые то выходят, то заходят в позиции и не являются долгосрочными холдерами биткоина. Поэтому их движения, конечно же, интересны, особенно для трейдеров. Но для инвесторов особой роли не играют. Далее в нашем списке находятся инвесторы с 10 и более биткоинами. Это скорее розничные инвесторы, а не институциональные. И мы видим, что за год их баланс вырос на 4,7%. Эти люди начали агрессивно накапливать биткоин в январе 2022 и делают это до сих пор. Они не продали на этом росте, но смиренно держат свои монеты дальше. Итак, мы видим, что как ни странно, сейчас покупают игроки поменьше. А вот крупные инвесторы продают. То есть розничные инвесторы начинают чувствовать синдром Фома. Но по большей части именно крупнейшие киты продают. Такова информация. Это сухая статистика. Кто-то скажет, что эти киты просто разбивают свои огромные кошельки на тысячи маленьких, чтобы диверсифицировать риски. Я могу сказать, что это наоборот увеличивает риски, поскольку тебе приходится управлять тысячей кошельков и хранить тысячи ключей. Как ты думаешь, у микростратегии разве тысячи кошельков? Конечно же нет. Они используют от одного до максимум пяти мультисик кошельков. Большинство институциональных игроков использует именно это. Теперь я хочу поговорить о банке UBS. Это крупнейший швейцарский финансовый холдинг и конгломерат. Несколько дней назад они опубликовали большой отчет, который называется Global Family Office 2023. Изучая его, я осознал все ключевые тренды их крупнейших клиентов. Ведь он задевает 230 богатых семей по всему миру. Это помогло мне понять, какие движения они совершают в финансовом мире за последние три года. Это очень интересные вещи, которые помогут нам с тобой понять будущее, в том числе и криптовалютного тренда. Первая часть это перемещение капитала в активы и диверсификация портфеля. Что ж, я ожидал увидеть здесь что-то о цифровых активах. Побольше о цифровых активах. Но реальность оказалась суровее. Я был очень разочарован в этом плане. Но с другой стороны, это самая волнительная часть отчета, которую я видел. Итак, в этом документе я нашел секцию, которая называется «Маржинальные инвестиции». Богатейшие люди планеты размещают совсем небольшую часть своего капитала в цифровые активы. Когда дело доходит до инвестиций в блокчейн-технологии, инвесторы незначительно увеличивают свои инвестиции. Если рассматривать цифровые активы, включая криптовалюты, то более половины инвесторов инвестируют. При этом наибольшее число, 38%, распределяют в криптовалюты не более 1% своего портфеля. Однако, меня больше интересует тенденция, будет ли это расти или падать. Так вот, 35% инвесторов планируют увеличить инвестиции в криптовалюту под конец 2023 года. Немного странно, что UBS особо выделил, что 44% инвесторов не инвестируют в децентрализованные финансы и криптовалюты вообще. Но при этом большая часть инвесторов, это белый участок диаграммы, инвестируют более чем 3% капитала в криптовалюту. И совсем небольшая часть, это черный участок диаграммы, инвестируют до 3%. Самая важная часть для меня это то, что 35% планируют увеличить инвестиции в блокчейн-технологии. При этом 60% планируют держать то, что есть, и только 5% планируют уменьшить. Чтобы ты понимал, увеличить долю капитала в криптовалюте, это значит купить, а уменьшить это продать. 35% планируют покупать, 5% продавать и 60% продолжать холдить. Если у нас 5% продавцов и 35% покупателей, это означает, что институционалы по всему миру, а также просто богатые семьи находятся в восходящем тренде, если мы говорим о покупке криптовалюты и ее принятия. Интересно, что при этом инвестиции в NFT богатыми людьми вообще не растут. 10% планируют увеличить денежный поток в NFT и 10% уменьшить. Это значит, что рынок NFT продолжит стагнировать. Если мы говорим не только про блокчейн технологии, но и про криптовалюту, здесь мы видим, что 27% инвесторов UBS заинтересованы в увеличении присутствия своих денег в крипте, и только 5% хотят их уменьшить. DeFi 25% против 8%. Эта информация очень полезная, и поэтому я делюсь ею с тобой. Богатейшие инвесторы больше склонны увеличивать инвестиции в блокчейн, криптовалюты и DeFi, чем уменьшать. Но еще интереснее, что они больше предпочитают увеличить инвестиции в блокчейн технологии, а не в саму криптовалюту. То есть они хотят вкладываться в технологию, а не в конкретные токены. На примере Ripple, они больше хотят вкладываться в XRP Ledger, а не в XRP. Я хочу показать тебе такой же отчет UBS, но за 2021 год, для понимания перспективы и динамики. Почему 2021? Да потому что я просидел часы в поисках 2022 и не смог ничего найти. Не знаю почему. Давай посмотрим, где мы были в 2021. И вот здесь и заключается шок. Поражающее сознание открытия. То, что меня шокировало. В отчете 2021 года от банка UBS, крупнейшего в Швейцарии, даже нет отдельной секции для криптовалюты. Они просто упомянули ее дважды за весь огромный отчет. И вот что было сказано. Хладнокровие хорошо послужило богатым инвесторам во время шторма, несмотря на сохраняющуюся геополитическую и экономическую неопределенность. Наши клиенты признают, что несколько факторов могут спровоцировать новую рыночную коррекцию, но они начали 2021 без серьезных опасений. Они вступают в наступающее десятилетие с оптимизмом и уверенностью, даже пробуя на вкус криптовалюты. То есть банк говорит, что его крупнейшие клиенты отходят от краха рынка в 2020-м и оптимистично смотрят на будущее и даже немного начинают изучать криптовалюты. Немного начинают изучать. Второе и последнее упоминание в этом 52-страничном документе, написанном мелким шрифтом на твоем экране. Что касается криптовалют, восходящий импульс не дает их игнорировать. 13% клиентов инвестировали, а 15% рассматривают такую возможность. Для нас это началось как пробная сделка, отмечает швейцарский директор по информационным технологиям. Мы видели институциональное принятие, и именно поэтому наши клиенты начали размещать очень маленькие порции капитала в биткоине. Они полагали, что институциональное принятие будет только расти. Это были просто спонтанные пробы пера в моменте. То есть, друзья, аллокации их клиентов в криптовалюту в 2021-м составляли всего 13%. Сейчас это более 56%. За два года мы выросли с 13% до 56%. И я уверен, что в 2024 году это число взлетит еще больше. Это очень интересная историческая перспектива, которая говорит нам о криптовалютном тренде на ближайшие годы. Но есть еще один очень крутой отчет от UBS – Billioness Report 2020 года, то есть отчет про миллиардеров, где они показали, куда инвестируют их клиенты-миллиардеры. На 17-м странице отчета есть секция, посвященная развивающимся технологиям, одной из которых наряду с интернетом вещей, искусственным интеллектом, дронами и 3D-принтерами оказался блокчейн. И это все. Это единственное упоминание блокчейна в огромном отчете за 2020 год. Как тебе такая перспектива? 2020 год – упоминание блокчейна один раз. 2021 год – упоминание криптовалют два раза. И 2023 год – криптовалютам, блокчейну, DeFi и NFT посвящена целая секция. А в отчете и сказано, что только в криптовалюты и блокчейн инвестируют 56% в богатейших клиентов UBS. А от 27 до 35% этих клиентов планируют под конец 2023 года увеличить свои инвестиции в блокчейн-технологии и криптовалюту. И только от 5 до 8% планируют уменьшить. Это значит еще и то, что в мире нет класса активов, который рос так же быстро, как криптовалюта в плане принятия среди институционалов. Это значит, что мы с тобой на правильной странице истории. Это значит, что мы на правильном пути. Мы делаем правильные вещи. И ты можешь сегодня идти спать спокойно, зная, что ты на острие копья. Что ты опередил даже всех этих богатейших клиентов. Ты опередил все эти банки. Черт возьми, ты опередил 99% этого мира. И именно поэтому ты станешь новой элитой. Ты станешь новым 1%. Новым миллиардером. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Как всегда, я благодарен каждому, кто посмотрел это видео и поставил лайк. Это много значит для меня, поверь. И мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok